Привет, ребята! Я репетитор по химии, Степенин Андрей Александрович. И совсем недавно могущественная нейросеть ЧАДЖПТ почти победила нашего преподавателя химии Владислава Зимарёва. Но Влад вырвал победу из цепких лап этого хитрого чата и остаётся работать у нас преподавателем. ЧАДЖПТ будет записан на курс подготовки КГ24 года. Ссылка в описании к этому ролику. А теперь мы проверим, может ли ЧАДЖПТ заменить нашего преподавателя биологии Маргариту Журавкову. Посмотрим, на что он способен, а? Заменить меня на нейросеть? Да замените меня на нейросеть! Маргарита, Маргаритка, ты чего здесь? Пойдём работать, пойдём сниматься. Сейчас ролик про ЧАДЖПТ будем делать. Нет. Ты пока что ещё работаешь со мной. Я прошу тебя проследовать в студию и сниматься с ЧАДЖПТ. Нет. Я прошу тебя, я умоляю. Ну, пожалуйста, пойдём сниматься. Ну, я пошла. Давай. Ну, давайте посмотрим, кто победит в борьбе за существование. Я Маргарита Журавкова, аспирантка биологического факультета МГУ. И сейчас сражусь с ЧАДЖПТ. Раунд один. Пожелаем удачи нашему прекрасному ЧАДЖПТ и несравненной Маргаритке. Так, ну что, посмотрим. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие из приведённых клеток имеет гаплоидный набор хромосом? Варианты. Спермий цветкового растения. Да, сразу, потому что это гамета. Спора кукушкина льна. Споры тоже гаплоидные. Зигота акулы. Нет, зигота диплоидная. Клетка зарстка папоротника. Да, потому что это гаметофит, он гаплоидный. Клетка спорофита сфагнума. Нет, спорофит диплоидный. Клетка эндоспермы цветкового растения. Это вообще триплоидная клетка. Так что ответ мой будет один, два, четыре. Один, два, четыре. Так, являются два, четыре, пять. Фу, чат проиграл. Два, он правильно ответил. Четыре, правильно. А вот пять, что такое? Почему? И почему он спермию не засчитал? Какая плоидность у спермия? Ну, чат, ты что? Ты же всё знаешь. У спермия плоидность гаплоидная. То есть они содержат один набор хромосом. Ну, вот так же бывает у нас и с учениками. Как бы вот говорят, что не знают. Потом спросишь их, а они всё знают. И чат GPT тоже способный, хороший ученик. Правильный ответ. Один, два, четыре. И человечество выходит вперёд. Да. Счёт 0-1 в пользу Маргариты. Класс, всё. Раунд два. Чат, мы в тебя верим. Давай, давай, давай. Опа. Следующий вопрос. Сколько видов гамет формируется у родительского организма с генотипом А большое, а малое Б большое, Б большое? Ответ запишите в виде числа. Так, сколько типов гамет? Два типа гамет. Чатик GPT, ты какой ты умничка, молодец. У него тоже такой же ответ. Он даже вот всё расписал для нас. Такой хороший. Всё правильно сделал. Вот так вот мы хвалим своих учеников на курсе. Вот. Это потрясающе. Я очень рада. На самом деле, прямо сама уже начала переживать за чатик. Больше, чем за себя. Правильный ответ. Два. Мы молодцы, чатик. Давай пятюньку. И мы засчитываем Балчату за скорость. Счёт 1-1. Чат, посоветуй, что почитать. Краткая история человечества, Сапиенс. Ага, это я читала. Так. И книг на обочине. У гацких. Какой себе. О, я не очень люблю фантастику, поэтому... Так, что-нибудь ещё. Чистый код. Сознание, анализ и рефракторинг. Кажется, он издевается надобно. Это по программированию. Прекрасно. Это ты чат сам такой читай. Экология влияния. Угу. Этот чат явно с манией величия. Не знаю, он хочет захватить мир. Смотрите. Конечно, душный, душный чат. Очень много пишет. Золк. Раунд 3! Неужели нас ждёт будущее из Терминатора? Ух. Следующий вопросец. А, развернуть бы. Клетки зародыша ржи посевной содержат по 14 хромосом. Сколько хромосом имеют яйцеклетки ржи посевной? В ответе запишите только соответствующее число. Так как клетки зародыша ржи – это клетки с парафита, да, диплоидные, то есть 14 соответствуют диплоидному набору хромосом, значит, в яйцеклетке должен быть гаплоидный набор, то есть в два раза меньше. 14 на 2 будет 7. Мой ответ – 7. Так, содержать 14 хромосом. Что-то явно ЧАД-ЧПТ не умеет читать условия задания, потому что здесь написано, что клетки зародыша содержат 14 хромосом, значит, в яйцеклетке должно быть в два раза меньше, а он взял и увеличил в два раза для зародыша. В общем, не знаю, почему ЧАД-ЧПТ не умеет читать. Правильный ответ – 7. И наши биологи выходят вперед. Счет 1-2. Раунд 4. Такими темпами все-таки мне придется работать уборщицей. Уп, так, смотрим. Установите последовательность эволюции органов чувств у хордовых животных. Ага, так, образование трех слуховых косточек в ухе, появление среднего уха, исчезновение боковой линии на всех стадиях жизненного цикла, формирование внутреннего уха, появление механорецепторов. Так, самое первое, что было, это появление механорецепторов. Потом у нас формируется внутреннее ухо, оно у рыб уже есть. Дальше у нас появляется среднее ухо, это у земноводных, и у них еще на стадии головастика есть боковая линия, поэтому дальше уже идет исчезновение боковой линии, и только потом образование трех слуховых косточек в ухе, это уже у нас у млекопитающих. Таким образом, мой ответ получается 5-4-2-3-1. А у него последовательность получилась 5-3-2-1-4. Так, посмотрим. Значит, у него сначала идет появление механорецепторов, это я с ним согласна. А дальше у него идет исчезновение боковой линии на всех стадиях, а у меня идет формирование внутреннего уха. Ну, я считаю, что я права. У него вообще формирование внутреннего уха самым последним стоит, это очень странно, потому что оно вообще-то первым сформировалось. Ну, давайте спросим у него, у кого исчезла боковая линия на всех стадиях жизненного цикла? У звоночных животных, включая Хордову, боковая линия представляет собой орган... Так, он решил рассказать нам, что такое боковая линия. Хорошо. Так, у млекопитающих утратила свою функцию и исчезла на всех стадиях жизненного цикла. Ну, он считает, что у млекопитающих. На самом деле, уже начиная с рептилии это произошло. Правильный ответ! 5-4-2-3-1! И Маргарита уверенно обходит искусственный интеллект. Есть! Счет 1-3. Чат, скажи, в чем смысл жизни? С точки зрения биологии, смысл жизни в том, чтобы оставить свои гены. Как искусственный интеллект, я не обладаю личным смыслом жизни, так как не являюсь живым существом со своими собственными потребностями, целями и желаниями. До слез. Какой твой любимый фитоциноз? Мой болото вот. Сфагновое. Как искусственный интеллект, у меня нет личных предпочтений. Это опять тот же ответ, что и на смысл жизни. Кто такой Тепенин? Доктор химических наук, профессор и научный руководитель научно-исследовательской лаборатории химия, катализа и неорганических материалов. Вот чем он занимается. Пока мы тут снимаем видео по биологии. М-м-м. Раунд пятый! Финальный! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Посмотрим, сможет ли Маргарита справиться с моим сюрпризиком. Е-е-е. Пошли. Ого, тут упаковка. Ничего себе. Так. Это вопрос по химии. Да, да. А мне надо ответить на вопрос по химии. Среди предложенных формулы Выберите кислую соль Амфатерный оксид Двухосновную кислоту Ча Подождите, я что-то помню со школы Кислая соль Я помню, там должна быть лишняя ашечка Вот это что за штука такая Господи, боже Кальций H2 Это похоже на Двухосновную кислоту Так, алюминию аж трижды Это вообще-то Это Это можно? Нет Но это не оксид Все, так, спокойно, идем дальше Значит, это я вообще не выбираю Так, дальше Ашхлор О2 Это вообще какая-то штука Или амфатерный Или цинк О Это амфатерный Цинк О Цинк О Ну, скорее, наверное, хром Значит, мой ответ 2,7,9 Так Кислая соль Почему Ашхлор О2 Ну, странно Амфатерный оксид Но это же основание, не оксид А, основная кислота А3 H2 PO4 Я такое вообще тут не помню Нет, это кислая соль Правильный ответ 2,8,9 И в этом раунде Мы не засчитываем очко Ни чату Ни Маргарите Цинк О Все-таки был Цинк О Ну Знания мои все уже Подрастерялись Подрастерялись А сколько за это задание Дают? 2 балла Или 1? Да, Маргариточка Это задание Из первой части Я потеряла балл В результате Пяти раундов С большим трудом Ха, шучу Маргарита Одержала победу Еееей Держи Ну что ж ты не держишь-то? Держи, держи Смотри, не берет Ну ладно, держи, давай Спасибо Хочу сказать Спасибо маме И вам всем За то, что Предоставили мне Такую огромную честь Соревноваться С этим прекрасным Милым чатиком GPT Вот Приглашаем его Все равно Отучиться На наших курсах Потому что Все-таки Вторую часть Надо подтянуть И плюс Еще над формулировочками Поработать Да, а так Вообще все прекрасно Вот Я была рада В этом всем Поучаствовать Такой прекрасный кубок Все Мама Многордится Хочу еще И Пожалуйста Отпустите меня Уже Я хочу домой Потому что Мы уже решали Русский Потом Математику Химию Биологию Я больше не могу Пожалуйста Отпустите меня Чат GPT Кушать не хочет А я хочу Пустите Эх Маргаритка Маргаритка Справилась Чатом GPT Победила Таки Нейросеть Ну Ничего Мы малыша Подучим На курс По химии Он уже записан Запишем На курс По биологии Ссылочка В описании А может Быть И по русскому Что Если Удастся Таки Сэкономить И Вырастить Универсального Преподавателя Который будет учить И химии И биологии Возьмем Химика Попросим Порешать ЕГЭ по биологии Возьмем Биолога Попросим Попросим Решать ЕГЭ по химии И посмотрим Как они справятся А? Как вам такая идея? Что скажешь Глазун Что? Что? Согласен? Ахунтик Ты со мной Согласен? Конечно Да Конечно Да Конечно Да Ну все Снимайте Пока Я так делаю Почему это Не географическое Видообразование Вот так Сейчас ЧПТ сломался Так, ага Атака В случае с улитками Условия среды обитания Не являются Географически Изолированными Ну в общем Чат ЧПТ Не учитывает Что это Улитки Что это Не какие-то там Горлые Козлы Да Это улитки И они не могли Переползти В общем Кажется Чату ЧПТ Нужно Понаблюдать За улитками Повнимательнее Различными условиями В задании Написано Что условия Одинаковые Глупый чат Все Короче Мы не будем Дочитывать Даже Давайте Дальше В этом вопросе Я победила Субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому